То же самое проделаем на правую руку. Прежде всего, наше плечо находится близко телу. То же самое, если мы отставляем тягощение, плечо остается возле тела. Только потом, как мы опускаем свою руку с петли, можем свободно расслабить мышцы груди. Предупреждаю вас, что мышцы груди в этом упражнении, а тем более в борьбе на руках, играют немаловажную роль. Хочу вспомнить такого спортсмена, как Андрей Юнков с Москвы, который в свое время, в молодости, оторвал мышцы груди. И многие из вас, может, помнят о том, что Андрей Юнков, это был талантливейший спортсмен, который только исключительно боролся на левую руку. Почему? Потому что, не имея мышцы груди, человек не может бороться ни в крюк, ни вверх. Потому что по-любому ему нужна грудь, которая стабилизирует, держит прежде всего плечо. Если нет груди, плечо твое улетает. У тебя нет стабилизации. Ты можешь бороться единственное, как это держать в бицепс. Которое, естественно, является слабым звеном для того, чтобы победить. По-любому этот спортсмен должен переходить в контратаку, помогать себе связкой. А помогая связкой, естественно, подключается мышцы груди. Поэтому данное упражнение не дает объем нам груди. Но, тем не менее, стабилизация и укрепление связок с помощью этого упражнения идет колоссальная.